Спасибо. Значит, вот я сижу, думаю, всё-таки хорошо быть бывшим министром. Во-первых, даёт мне ограниченное время высказываться, вот, и оправдываться особенно не надо. А с другой стороны, хорошо быть нынешним, потому что, вот Владимир Иванович не резко критикует, и потом любой нынешний уже обязательно станет бывшим, и тогда ему дадут время высказываться сколько угодно. Значит, это, теперь смотрите, вот наша тема сегодняшняя называется «Новая конкурентоспособность». Это означает, что была какая-то старая, и она закончилась. Вот я так понимаю, что конкурентоспособность, она всегда бывает одна и та же. Вот свежесть первая, она же последняя. Ну, то есть, это относительно низкие издержки производства, обращения, дистрибуции. Если у вас дешёвые рабочие силы и низкая себестоимость, но очень большие транспортные издержки, вы неконкурентоспособны. Если у вас дорогая рабочая сила, вы тоже неконкурентоспособны. И если у вас всё дешёвое, вы конкурентоспособны. Если у вас всё дорогое, вы точно неконкурентоспособны. Мы утратили управление издержками, и вот то, что Владимир Иванович критиковал, вот взяли и заморозили тарифы, это ведь не для того, чтобы сделать больно железнодорожникам. Это для того, чтобы в условиях спада все те, которые получают услугу от них, смогли немножечко подышать. Это не означает, что тот финансовый ресурс, который они получили, они потратят на инвестиции. Это наша задача. Вот у нас с Антоном Георгиевичем задача помочь им принять решение об инвестиции. Они могут его не принять, но, по крайней мере, они не исчезнут с рынка. По крайней мере, это не будут экономические права. Поэтому здесь вот это распределение бремени, это распределение бремени в случае снижения экономического роста, это очень, мне кажется, важная вещь. Теперь, мне кажется, вообще говоря, вот все, что происходит в экономике, это набор инвестиционных проектов. Если вы инвестируете деньги, там, не знаю, в фонд национального благосостояния, вы принимаете риски. Если не инвестируете, вы тоже принимаете риски. Бюджетная политика – это принятие или не принятие рисков. Принятие нормативных актов относительно бизнеса – это тоже принятие или не принятие рисков. Точнее говоря, это принятие рисков в разных формах. Что нужно для реализации инвестиционного проекта в широком смысле этого слова? Ну да, возврат на капитал, доходность какая-то разумная, которая связана с издержками, и риски. Любые риски, начиная от рисков рыночных, валютных и так далее, кончая рисками собственной безопасности. Почему чиновник не спешит принять очевидно правильное решение в пользу бизнеса? Потому что он знает по собственному опыту или опыту своих товарищей, что, приняв решение в пользу бизнеса, это решение будет оттратовано как непринятие решения в пользу государства. И разнообразные контрольно-регулятивные надзорные органы придут и потребуют ответа за то, что это приняло решение в пользу бизнеса, а не в пользу государства. Но бизнес и государство – это одно и то же. Это вот ровно одно и то же. Поэтому мы должны обязательно принимать эти решения, хотя иногда приходится в таких случаях брать на себя персональный риск. Теперь, мне кажется, три вещи. Как помочь все-таки инвестору, мы все инвесторы, домашнее хозяйство – это инвестиция, компания инвестиции, бюджет инвестиции. Как принять, помочь решение? Первое, с моей точки зрения, все-таки дорегулирование. Мы каждый год увеличиваем регулятивное давление на бизнес. Вы знаете, вот я из правительства ушел в 2004 году, а вернулся в 2013, через 9 лет. Вот просто на собственном ощущении такой рост нашего регулятивного давления, который выражается в издержках ведения бизнеса, я уж не говорю под коверные издержки, легальные издержки. Легальные издержки под разными благовидными предлогами – это мощное применение, которое, значит, особенно действительно ложится на малый и средний бизнес. Поэтому дорегулирование, вот принципы, вот простые принципы, one in, one out, да, ввел одно регулятивное требование, отмени другое. Оценку регулирующего воздействия не только на проекты, но и на действующие нормативные акты и возможность их отменить. Значит, введение нормативных актов с обязательным предупреждением о том, что через 6 месяцев введется, они в момент принятия и на следующий день они введены в действие. Дать возможность адаптироваться к этим регулятивным, оспорить их, значит, и в случае необходимости компенсировать издержки. Если на стадии жизни инвестиционного проекта вот мы, регулятивные органы, приняли решение, которое отменяет те условия, которые закладывались в инвестиционный проект, ухудшает их, значит, мы должны за это ответить. Мы должны заплатить за это бизнесу. У нас сейчас такого рода элементы встроены в законодательство о концессиях, скажем, да, но нужно это шире регулировать. Конечно, мобильность ресурсов, мобильность ресурсов всех, трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, природных ресурсов, производственных ресурсов. Это означает, с одной стороны, снятие инфраструктурных ограничений, потому что мобильность всех ресурсов – это прежде всего инфраструктура. Вот я вот сейчас был на министерской конференции Азиатско-Тихооргенского региона, вот там, знаете, у меня такая есть фишка – connectivity, взаимосвязанность. Вот они, три вида взаимосвязанности. Hard взаимосвязанность – это, значит, просто логистика, инфраструктура. Дороги, порты, трубопроводы. Soft – это нормативные акты, законы, которые позволяют. И people to people, значит, взаимодействие людей. Вот три базовых вещи, чрезвычайно важные. В этом глобальном связанном мире мы должны обеспечить быстрое и качественное движение, значит, товаров, услуг. Мы должны обеспечить мобильность и гибкость требований, которые мы предъявляем к рабочей силе, к бизнесу, предпринимательству и так далее. И мы должны обеспечить это соединение между трудовыми ресурсами. И последнее, что я хочу сказать, вот то, что мы всегда, все время об этом говорим, вот Алексей Леонидович мой друг об этом только что говорил. Ну вот бюджетный маневр, да, но мало в дороги вкладываем, но в самом деле мало. В образование, в здравоохранение, в развитие человеческого капитала, в инновации. Во все это дело мы вкладываем много. Значит, для того, чтобы вложить больше, вообще, вот теоретически, у вас есть три возможности, да. Вы должны либо повесить налоги, но я думаю, что это табу, да, повышение налогов. Вот, либо вы должны сократить расходы, либо вы должны где-то занять денег. Потому что инвестиционный проект, в ряде случаев, предполагает возможность использования взаимных средств. Ну, наверное, самым правильным способом была бы оптимизация расходных обязательств. Другой подход, ну, может быть, об этом я не буду распространяться, тут есть бывшие и нынешние министры финансов, они лучше меня это знают. Значит, и тем не менее, вот эта приоритизация, это действительно увязка наших обязательств, которые зафиксированы на нормативных актах, в бюджетах, где-то еще, с нашими реальными обязательствами по обеспечению экономического роста и благосостояния, мне кажется, чрезвычайно важная вещь. Спасибо. Спасибо.